Вот, перейдя к другой теме, можете я все-таки, давайте, сделаем перерыв, помолимся, сделаем. В первую часть нашей беседы мы, как бы, немножко будем изучать Слово Божие, потому что я так подвел к тому, что в нашем христианском, как бы, изучении, всем ученики Господа, Господь назвал нас учениками, Он учитель, значит, есть, как бы, начатки учения. Мы, как бы, вот так говорили, вот такие вещи, вот, начальные, вот, потому что в церкви есть и те, кто недавно, вот, пришел, и ему надо такая пища начальная, начатки учения Христова, да? Вот, но рано или поздно, дорогие, когда Бог начнет нам открывать уши, Он начнет нам показывать, что Его воля, чтобы мы поспешили к совершенству, чтобы мы оставили в начатке учения, не оставили совсем, забыли, скажем, нет, неправильно, нет, но от начатков пойти к совершенству, чтобы то, что во Христе Иисусе является Его природой, чтобы становилось и нашей природой. Вот, мы будем со временем ощущать, что большую разницу, когда ты свято поступил, какая слава Божья рассвобождается, и когда у тебя не хватило святости, и ты поступил по обыкновению человеческому, мы чувствуем, мы имеем урон, поражение, над нами имеют люди власть, грех власть, доминирует над нами, да, обстоятельства какие-то, вот, и у нас все более и более созревает сознание, все-таки, вот именно искать этого совершенства во Христе Иисусе, да? Почему? Потому что вот есть многие слова, я напомню вот Иисуса, смотрите, например, послание Иоанна, послание Иоанна, возлюбленное, третья глава первого послания Иоанна, возлюбленное, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Когда мы читаем подобное этому месту, я могу другое место прочитать, например, Он нам дал способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буквы убивает, а Дух животворит. И если служение смертоносным, буквы начертанных камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящего, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем более забилует славу и служение оправдания. То прославленное, даже уже не оказывается славным с этой стороны по причине преимущественной славы последующего. Имея такую надежду, мы действуем с великим дрезновением. И мы, читая и другие такие слова обетования, нас захватывает предчувствие, что это же не на небе, это же не в поки бытии, это же не когда-то в отдалённое онно. Это должно быть при жизни нашей произойти такие перемены, прийти такие чудесные реальные перемены с нами, вы представляете? Вот мы читаем, да, у Марка 16 главе 16 стих. «Верующих будут сопровождать все знамения». И мы читаем дальше, помните, какие знамения? «Именем моим будут бесов изгонять, возложат руки на больных, будут здоровы, будут говорить иными языками, будут брать змей, что смертоносно выпьют, не повредит их, змей не ужалит их». Вот я бы сказал бы, какое более подходящее место в Писании, которое бы вот это назвало каким-то другим выражением? Ну-ка вот скажите. Ну, верующие будут собрать все знамения. А что это, в общем-то, означает? Что это за такой признак? Что это за такое качественное явление? Мы чувствуем, что у нас есть что-то от счастья. Ну, как бы начало от этого. Мы не можем сказать, что это совсем нам чуждо. Явление славы. Вот это земля, а там луна. Вот это все, что на луне. Нет, это земля. Явление силы и славы. А? Явление силы и славы Божьей, может быть. Да. Мы имеем начатки вот этого всего. Но чувствуем, что вот этого, Марк 16, 16, это еще нет. И знаете, как это называется со стороны? Как это со стороны еще другим местом называется? Которая в Ветхом Завете говорила об этом явлении. У Исаии, помните, есть такое место, когда пророк Исаии, когда Рецин, царь, царь сирийский, и Рималин, царь, значит, израильский, соединились и пошли на Иудею. И уже подошли к границе, и до этого донесли царю, что это огромное войско уже скопилось перед границей Иудеи. И написано, и заклепалось их сердце, как деревья в лесу. И вот в это время пророк посылает к царю Ахазу, помните? Посылает к нему, помните, и он с сыном пошел своим, да, и встречает его на дороге к полю Белерничему, и ему говорит, проси себе знамения, помните? Помните это место, да? А он говорит, не буду просить знамения, не буду искушать Госпожа. Он говорит, что трудно вам, вы людей обременять, что вы боитесь обременять это Бога. Вы не верите, потому что вы неудостоверены. Помните, он там говорит? И вот там как раз, в этом месте, если будет читать, там вы прочитаете, прочитаете. Как бы дает знамение, говорит, вот дева во чреве родит сына, да? И нарекут ему имя, Эммануэ. Вот это вот, это об Иисусе Христе пророчество. Вы понимаете? Оно как бы вот по поводу событий реальных, но обычно оно имеет значение к Ахазу, к той ситуации, но обычно все, что через пророка говорится, оно имеет не только к той ситуации, оно имеет к любой теперь ситуации в истории, когда только повторится подобная ситуация. И мы знаем, что реально осуществилось, когда грех обложил все человечество, и все человечество почувствовало Израиль, например, уже 300-400 лет молчания было перед приходом Иисуса Христа, не было пророков, они почувствовали, а покинул нас Бог, бесславие, римское владычество, сапог солдатский, сапог римского солдата топчет дороги, эти сборщики пошлин, мытые грешники обирают народ, бедности, где, где слава была Израиль? Вы понимаете? Вот это похожая ситуация, и в это время рождается Сын Божий. Вот Эммануил, то есть, что такое Эммануил? С нами Бог. Так вот, 16 глава Марка, 16 стиль, есть не что иное, как знамение Эммануил, только уже не с Сыном Божиим, а уже с Церковью, Церковью, которой родил Иисус Христос. И будут их сопровождать, и верующие будут сопровождать сии знамения. Какое знамение? Знамение, что с нами Бог. Но мы сегодня говорим, да, мы чувствуем, что с нами Бог, только в нашем собрании, но когда мы идем в мир, когда мы идем противящимся Господу, когда мы встречаемся с колдунами-экстрасенсами, когда мы идем в администрацию, которая тоже противится, они говорят, где ваш Бог? И мы не можем показать. Где знамение, которое вы читаете? Ну-ка, покажите их. И мы не можем. И мы сегодня, не потому что так нам случается, или мы чувствуем, что нам что-то недостает вот в той силе, которой была Первая Церковь, да? Мы читаем, многие там такие признаки написаны, что такая любовь была между ними, да? Такая святость была среди них, что у них все было общее. Мы чувствуем, есть любовь. Но нет такой степени. Мы чувствуем, что святость есть между нами. Если гречник появится, мы зашумим, как лес, отлучим. Но чтобы выносили, как Ананию и Сапфир, нет этого. Вы знаете, мы чувствуем, что Дух Святой дан нам, и мы молимся на их языках. Но чтобы проповедовать на иных языках, чтобы были не достатка никакого дарования, чтобы у каждого было такое знамение, пришел в дом посетить сестру, ребенок лежит в больнице, подошел, руки воздушил, и сын. Каждого верующих будут сопровождать сие знамения. Мы сегодня говорим, вроде у нас есть так, у кого-то из ринка где-то такие дарования, а так, чтобы у всех не было. А когда открывали Деяния апостолов, это было у всех. И когда они молились, сошел Дух Святой в такой силе на всех, что они все заговорили язык о великих делах Божьих, и шум от несущего сильного ветра был над Иерусалимом и наполнил горницу, и огненные языки были на каждом из них. Вот, оказывается, какое-то качественно новое состояние в этой церкви было, да? И потому такая любовь нужна ее была. И потому такая святость, нетерпимость, стерильность, что никто согрешитель не мог даже и неправду сказать, да? Потому тень проходящего Петра исцеляла. Христа тень не исцеляла. Петра исцеляла. Вы представляете? Дальше. Все, что делал Христос, все делалось руками апостолов. Бесы изгонялись, больных исцелялись, понимаете? Из братья диканов они не только среди церкви, но и среди народа Израильска творили великие чудеса и знамения. Вы помните про Филиппа? Не написано, чтобы когда-то кто-то ангел взял Иисуса Христа и перенес? Ну да, он ходил по воде, да. Но чтобы сопоставления этого было при Христе, не было. А после мы читаем, что Филипп ангел перенес. Помните, да? То есть, оказывается, вот эта церковь, которую Иисус Христос обосновал, первая церковь, она была его природой. Там такая же сила Христа, такие же сверхъестественные служения были нормальным явлением церкви, вы понимаете? И нас сегодня говорят, Господи, как бы вы хотели, чтобы это обетование, вот этого последующих знамений у Марка 16, было и с нами. Мы сегодня, я не думаю, чтобы вы об этом не думали, я не думаю, чтобы вы где-то внутри не задавали себе этот вопрос, и если вы еще его не задавали, то вполне когда-то уже скоро можете прям конкретно задавать. А мы, например, уже давно задаем, вот приезжал брат к нам, мы вообще говорим об этом, где-то слава той первой церкви, мы хотим быть в том же возрасте духовном. Вот мы о чем сейчас говорим, что оставив начатки учения, поспешим к совершенству. Оказывается, вот это состояние, это состояние, когда Господь дает полноту Духа Святого, оказывается, она запланирована Господом для нас. Совершенство запланировано Господом для нас. Мы сегодня об этом учим, говорим, открывая места Писания. И вот я, апостол говорит, возлюбленный, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. А когда откроется? Подразумевается, должно открыться при жизни. Должно открыться, пока мы еще в теле, во плоти. Но не тогда же, когда мы умрем. Дело в том, что, извините, если я буду в рейсе, и моя лодка начнет тонуть, там не самое лучшее время взыскать все обетования. Или начнет, появляет день последний, день злой, когда сколебается, написано, восстанет народ на народ, царство на царство, или будет землетрясение, или глады, да? Это же не самое лучшее время. Господь говорит, ищите меня во время благоприятное, в самое мирное время. В мирное время лучше всего. Почему? Потому что Бог заповедовал искать его в мирное время. Бог нам заповедовал, сегодня, говорит, время благоприятное. Вы представляете, я говорю, я 30 лет верующий, но только вот это последнее время, время благоприятное. У нас, смотрите, какие законы приняли, христиан уравняли со всеми гражданами, а ведь мы, я-то уверовал, дорогие, я уверовал, когда быть христианином. Это было позорно и опасно. Когда только мама узнала, что я стал христианином, она мне сразу начала причитать, плакать, полотенцем утираться, и причитать и говорить, Володя, тебя исключат из института, Володя, тебя посадят в тюрьму. Ну так, знаете, в материнское сердце. Всё, что она говорила, всё точно случилось. И исключили из института, с пятого курса, и посадили. Дорогие, тогда мы были люди, мы считали, какого же мы сорта были люди. Мы считали, что мы были люди не второго, и не третьего, и даже не четвёртого. Гораздо ниже. Вы представляете? И уверовать тогда было реально не только стыдно, а опасно. Опасно. И если только кто уверовал, а естественно он сразу открывался, что он верующий, на работе, в институте, где бы угодно, да? Всё, всё. Он уже, во-первых, учебное заведение нам не давали, среднее учебное заведение. А попробуй, откройся. Исключаю. Сразу работа начиналась. С института. Это было очень сложно. Дальше. Начальником работать ты не сможешь. За границу поехать ты не сможешь. Всё, тебе закрыли. Премиальных ты получать не будешь. Всегда тебя будут разбирать. А если ты будешь ещё принадлежать не к официальной церкви, например, православной, а к нерегистрированной, так ты... И тебя перепишут, и придёт тебя это самое, бумаги придёт тебя на производство. Всё. Это так. Премиальный ты лишён. Самый лучший работает. Моя Ольга работала, жена девушка ещё была, работала медсестрой. Да когда раз пришло, это акт переписи, штраф, второй раз на работу, представьте, её перевели в самый худший, там, в отделение детское, где это самое, больные, там и так далее, в самое тяжёлое, в тяжёлое отделение. Понимаете, что такое же было раньше, раньше было? А сейчас, смотрите, какое хорошее время, вам предоставили такое помещение. Конечно, не без того, чтобы наблюдать взор и мокрого. Потому что слава царей исследовать делают. Иначе, какие они будут цари, если они не будут знать, что делается в этом государстве. Бог их спросит за это. Потому что они гаранты благодельствия, благополучия, спокойствия, вообще порядка. Они слуги Господа. Вы представляете, если не было бы власти, не было бы установленных порядков, законов, как бы хаос был по причине греховности падшего человечества. Вы представляете, какая была? Был грабёж, нельзя ночью выйти, все были вооружены, стрельба. Понимаете, это что это? Это не жизнь. Дети наши бы умирали просто зачахливыми, потому что в школу ходить нельзя, детский сад нельзя, на улицу выйти нельзя. Вы представляете, сегодня время благоприятное. Мы не только благодарим Господа, мы к зрелости, к совершенству поспешить должны для того, чтобы когда придёт вот это знамение Иммануил, сопровождающее наше знамение, вы представляете, полный возраст. Когда нам Бог доверит, мы сейчас будем говорить, на основании чего мы можем прийти к этому? Мы будем говорить о кресте. Это самая центральная тема. Представьте себе, что мы, давайте чуть-чуть освещенного воображения применим, вот допустим, мы придём в такое состояние, что у нас каждого будут сопровождать си знамения. Что это такое? Помолился и Бог это делает. Пришёл Пётр в Иопию. Ему показывают, Тавифа умерла вот только что, рубашка какая-то добродетельная была. Пётр выслал всех, подкнил колено, соединился с Господом, поручает и получает. Получает ответ, какая воля Господа. Господь говорит, ты можешь её исцелить. И он, ведь это же не Пётр, это же не его сила, не своей властью, понимаете, за счёт того, что он может соединиться с Господом. Бог дал ему в распоряжении силы, но он как дисциплинированный воин. Я говорю, как мне приятно с военными людьми. Это дисциплинированные, не ропотники, не размазня, всегда собранные, понимаешь, всё. Это же, это же, это прообраз. Пётр воин, он ничего не ел от себя, но, когда помолился, соединился, встал, воскресил тарифу, какая радость была, да? Вот представьте себе, нас, вот мы приём такое состояние, что узнают об этом, рано или поздно, узнают, позовут в больницу, там лежит капитан самого высокого равного, я не знаю, какой у вас там равный самый высокий, больной, хороший человек, умирает от рака. Говорят, что, что вы помолитесь, исцеление будет. Помолитесь же. Брежнев, когда у нас была олимпиада, Брежнев такой схватил это самое, ретикулит, что он вообще не мог встать даже. Что делать? Врачи, бесполезно, самое лучшее, ну уж неужели Брежневу там за 600-800 долларов лекарства пожалели? Ничего не помогает. Кто-то поскал, есть Джуна там, на этом, на Кавказе, колдунья, а вы ее пригласите. У нее запросто, только руками поводит и шанс проходит. Позвали Джуну, тихонеченье, он свое коммунистическое, это самое, мировоззрение в сторону, ее, ну она, правда, закончила там медицинское, среднемедицинское заведение, сдала диплом на нетрадиционной медицине, да, в общем-то. Сегодня она генерал медицины, жена, колдунья, да, вот, и она Брежнева подняла, поводила, поводила, посняла на 50%, он даже мог стоять, сдавал приветственное слово на Олимпиаде, понимаете, все, ей прописку в Москве, ей катеть в Москве, ей зеленую дорогу, она сегодня генерал медицины, недрадиционной медицины, ведьма, натуральная ведьма, она не скрывает, я ведаю, книжку издала, я слушаю свои руки, то есть, я ведаю, как это все делаю, я ведьма, понимаете, если они ведьмы, вы что думаете, если узнаете, что христиане верят в отца и сына и Духа Святого, и могут, могут идти и помолиться, позовут, позовут, есть мы откровения даже имеем, что последнее пробуждение будет, будет изливаться сила Духа Святого, в больнице любую вставать, в больнице любую вставать. Конечно, дорогие, это подразумевает не только знамение Эммануила, но это подразумевает очень здравую, моральную модель и психологическую модель поведения. И понимаете, какое дело? Мы еще младенцы, еще по причине, не потому, что нам вот Бог жалеет дать силу эту, силу, силу помолиться, изгнать беса, просто вот помолиться, например, вот, например, я вам скажу так, вот если бы мы были бы в силе, в силе зрелости, как вы думаете, как вы думаете, и молитвенная группа молилась бы, и Бог бы взял и открыл, открыл, а о катастрофе, вот допустим, из Курска, Как вы думаете, Бог вот хотел или нет? Давайте освещенное воображение применим. Вот хотел или нет вот он? Нет. Ну нет, однозначно. Нет. Бог ничего, не наказывает никого. Дьявол, который имеет власть, отсуживает. И чем мы поступаем вызывающим Бог, тем он имеет быстрее и больше власти, да? Вот, например, человек был гордым, написано, Бог гордым противится, да? Вот, дьявол, ага, гордый, возгордился. Он говорит, ну ты видишь, ну он же совсем возгордился, ну разреши мне, ну ты же сказал, понимаешь? Что это самое? Он себе приписал, я, говорит, Бог посреди морей, помните, про царя Тирского, помните, да? Ты, говорит, живешь в сердце морей, ты сказал, я Бог, в сердце морей, я печать совершенства, значит, печать мудрости, предел совершенства, все, ты уже, ты уже как Бог сидишь, понимаешь? Видите, он так возгордился, и дьявол уже отсудил его, а я Тиры, не оставили камня на камне. И говорит, поднимите, плачь от Тиры, вы понимаете? Это не то, что Бог наказывает, это неправильно, дорогие, Бог очень сожалеет о бедствии, это через Библию идет красная ниточка, Бог сожалеет о бедствии людей, и вот представьте, вся Иудея отступила, и не служит Богу, но там жил пророк, этот самый, Елисей, помните? И у него была школа пророческая, люди, которые молились, соединялись с Богом, их не ли дело заниматься политикой, ну, пусть царь отвечает за судьбу страны, пусть они жнут, что сеют, да? Но пророк живет в этой стране, который Бога знает, и он знает, и он сейчас сожалеет, и он молится, и Бог ему открывает. Сирияне задумали поход на Израиль, и они хотят сделать зло. Но если бы пророк не знал бы Бога, его милосердие сказал, ну, если они отсудил, если сатана отсудил наказать уже Израиля, то они придут и сделают. Но он не такой был, он стал ходатаем, вы понимаете, и он молился Бога, и Бог ему позволяет, и он, значит, пишет письмо, помнить царю, да? Царь, сделай засаду, потому что там замыслили против тебя. Тот, Бога не боится, давно израильскому Богу не служит, но думает, да, слава все-таки Иисея большая, послушай, что он говорит. И поставил там вот небольшой отряд, засаду. И обнаружил их, и они шли, попали в засаду, смутились, они же шли, знаете, что такое засада? Когда они не были готовы к сражению, не были в порядке боевом, вдруг внезапно нападение на них. Все, они смутились, бегство, все бросают, все, и расстроились, они вернулись. Раз, два и три. И говорят, что ж такое, мы неуспешны такие, да? Кто-то из нас выдает, кто-то сношение с этим, а кто-то мудрый там говорит, да нет, там есть пророк Елисей, который ведение имеет, все знает, и он предупреждает царя Израильска, помните, да? Читаете, да? Ах он такой, давайте пойдем пленим его, и армию снабжать прямиком, прямо, Дамаск, квартира Елисея, и идут прямо его пленить, понимаете? Помните, да? Дальше не буду рассказывать. Я хочу просто немножко освещенное воображение. Вот брат сегодня свидетель этого, что когда пропал стержень, он молился, и Бог во сне открыл, вы представьте, если бы церковь была так близко соединена с Господом, и молитвенная группа получила откровение, что будет бедствие, но, чтобы бедствия не было, проверьте то, то и то. И Господь посылает, когда Господь посылает, тогда кабинет откроется, и тогда человек, вы понимаете, это от Бога действие, и он придет, и пусть бы он бы не послушался. Но, я не думаю, чтобы он не послушался. Он бы сказал, так, так, лейтенант, иди сюда. Тут ко мне приходили верующие, вот они принесли откровение, слушайте, проверь на всякий случай, вот там то и то и то. Ну, есть, побежал, проверил, точно капает, точно запах твий, точно, понимаете, все. Так это на любом уровне, дорогие, на любом уровне. Если Бог придет, прославится в церкви, и Он захочет ее поставить, не в хвосте. Вы знаете, что мы сегодня? В хвосте, среди списка всех сектантов. Харизматы. Организованные, регистрированные. Кто, понимаете, помощь откуда-то получает. Они сегодня организовались, построили себе учебное заведение, и сегодня в голове. Мы сегодня, нам это нельзя, это нельзя, от того мы с теми, мы сегодня, мы в хвосте сегодня. Нас самые близкие, родные, писядники, регистрированные, на нас говорят, да это лесные братья, да там многие они омывают, банщики, как угодно смеяться над нами. Мы сегодня в хвосте. Но мы, мы говорили сегодня, вчера говорили, вчера говорили на этой конференции, но мы сегодня, дорогие, имеем право на обетование. Потому что мы все пренебрегли, все, что для нас могло быть преимуществом. Сегодня мы все почти четою. Мы сегодня не собираемся, понимаете, быть богатыми в мире. Не собираемся сегодня быть очень близкими к властям. Мы сегодня депутатов своих не посылаем. Мы сегодня в обществе, не с ней этого мы хотим сегодня в обществе. Мы сегодня хотим, чтобы Христос был в нашем сердце и установил царство. Ибо Он принес царство небесное в нас. Мы сегодня поверили, что не только спасемся мы, спасутся и родственники наши, спасется город наш, все, кто предоставлены к вечной жизни. И Он дает данное обетование, что Он придет прославиться в Своей церкви. Мы читаем послание Фессалникинска, когда Он придет прославиться в святых Своих. Он придет, найдет ли Он веру, и найдет ли верность на земле, чтобы прославиться. И вот, ну, кого найдет, Он обязательно, даже если замедлит это, обязательно сбудется. Вот мы. В каком положении? Мы сегодня все, что у нас было преимуществом, Павел пишет, и мы с Павлом также, мы починили щитой, ради одного превосходства, познания Христа Иисуса. Да? И вот мы сегодня, вот эти самые права, имеющие право на это наследство, мы говорим, потому сегодня мы бесплодные можем быть. Но там написано, возвеселись неплодная, возвеселись нерождающая, да? Потому что у тебя потомство больше гораздо, да? Мы говорим, мы сегодня говорим, с вами, дорогие, что, если мы поверили в это, Бог обязательно придет и докончит начатое дело у нас. Он обязательно церковь последнего времени поставит в такое же положение, как он был на церковь в первом времени. Он ее не в хвосте, он поставит ее во главе. То есть он поставит не то, что во главе всех динаминаций, да? Нет. Нет, он просто выше ее поставит. И эта позиция будет не от мира, а от Бога. И эту позицию мы читаем у пророков, у Исаии читаем, что эту позицию признает мир, и даже признает властью. Написано, дабы через церковь соделать известным властям, чтобы стало известно, много различной премудростью Божией. Вот представьте себе. Мы говорим с вами о совершенстве, мы говорим о том, чтобы наши отношения, как церкви, сблизились с Богом так же, как это были в первом веке. Чтобы эти близкие отношения дали нам доступ к силе Духа Святого, чтобы знамение у нас было такое же, с нами Бог. Чтобы узнали в городе Лимцы, узнали в Мурманске, узнали везде, что есть такие верующие, с которыми Бог. Но они очень скромные. Ведут себя очень скромно. Не якают, не посягают на то, что им не принадлежит. Помните, как Даниил, высокого духа. Князья, которые, он был поставлен над князьями, они очень были подкида, подарков, до дилижа, земель, и так далее. Поэтому, вот это место, которое Даниилу поставил Бог, было в их глазах очень престижно. И поэтому они, понимаете, но он был неподкупен. С ним нельзя было договориться. Вот это было им очень не дискомфортно. Они решили любой силой его убрать. И они, помните, задумали и прочее. Но Бог поставил Даниила. Потому что он не искал подарков. Он не искал этой власти. Вы понимаете, высокая позиция церкви будет такая, что Бог даст и высокую позицию, но мы не будем этим злоподвигать. Но пока будем на земле, до того, пока Бог нас возьмет, мы будем желать блага людям и обществу. И вот это является самое сильное свойство церкви. Посмотрите, самое сильное свойство Христа. Он говорит, когда я буду вознесен от земли, когда я буду висеть на кресте, когда я буду умирать и умру. Вот в таком положении, казалось бы, самым жалким, беспомощным, оказывается, мы, весь мир понимает сегодня, что это там совершилось. Такой подвиг, какой никто не может совершить. Он только говорил, я имею власть отдать жизнь, имею власть принять жизнь. И вот в этом положении, говорит, я всех привлеку к себе. Вы знаете, сегодня нету в мире людей разумных, которые вы что-то говорили против Христа. Ну, конечно, может быть, другие религии будут говорить, садовисты могут говорить и против Христа. Дорогие, против любви Христовой вообще трудно устоять. Против благости Христовой трудно устоять. Вот, например, когда Христос на земле проповедовал, вы помните, да, написано, в него приходили люди и приносили больных своих, да, и требующих исцелений у всех исцелений. И только тогда он начинал учить. И говорил так, как никто не говорил. Потому что у него была исходила жизнь, надежда перед людьми и жизнь. Дорогие, вот если мы в такое положение придем, как вы думаете, о чем мы будем молиться? Мы думаем, Господи, о, Ты нас прославил. У нас нет проблем болезни, у нас нет ни одного больного, у нас нет ни одного нищего, у нас нет ни одного ну там нуждающегося и так далее, да. Господи, еще хотим лучше, чтобы было, да, нет, конечно. Мы будем говорить, Господи, ну наши родственники, наши ближние, город наш погибает. Вы посмотрите, сколько алкоголиков, сколько пьяниц. Россия вымирает. Только за счет беженцев и азиатских народов кавказских, да, Россия перестала рожать детей. Сегодня вымирает, статистически очень страшная статистика, вы представляете? Бедствие, люди боятся рожать. Потом алкоголь посетит, развалы семей. Сколько семей разваливается, это страшно, это очень убивает, вы понимаете. Сегодня люди понимают, что это демографические катастрофы на Россию надвигаются, да? Вы представьте себе, что, о чем мы будем молиться? Господи, а мой кровь Иисуса Христа грех в России. Грех прежних тяжелых лет, когда проливалась кровь своего народа. Кто будет об этом молиться? Только протестанты, кто верит в силу крови, в совместительную жертву. Кто, как Даниил, помните, стал в пролом и стал молиться за свой народ. Они уже пересидели, 60 лет прошло, он по книгам прикинул, 60 лет прошло уже, вы представьте себе, и он стал ходатайствовать, ходатайствовать, да? церковь начнет ходатайствовать за этот мир, дорогие. Бог начнет слышать эти ходатайства, Бог начнет спасать людей, Бог начнет избавлять от этого бедствия. Конечно же, она будет пользоваться этим своим положением. И вот к совершенству, на пути к совершенству, дорогие, ключевой, ключевой темой является тема о кресте. Вот в этом журнале, вы читали, да? Вот статья «Три значения креста». Читали, да, эту статью? Здесь, вы знаете, вот здесь мы просто говорим, что деноминации, идущие широким путем, они проповедуют о кресте, о первых, что Иисус Христос на кресте. Но, вы знаете, кто избрал широкий путь, они уже отвергли это условие. Подвязайтесь ходить тесными вратами, ибо тесные врата ведут жизнь вечную, ведут к полноте обетований. Но, говорит, немногие находят их. И многие, попробовав, подвязавшись и разочаровавшись, пошли широким путем. Сегодня, вот эти множество сегодня деноминаций, которые хотят сиюминутного успеха, сегодня хотят роста, успеха, и они решают это путем всякого рода человеческих методов. Мы отказываемся сегодня смешиваться с чем-то, пользоваться каким-то преимуществом. Мы говорим, Господи, мы хотим это от Тебя. Вот. И поэтому сегодня мы проповедуем не только о кресте, который на Голгофском кресте Иисуса Христа, но мы говорим о личном кресте. Мы проповедуем об этом. Оказывается, это как раз то узкое место. Это твердая пища, дорогие, но именно эта часть учения Христова, она, это учение именно решает проблемы нашего совершенства. И рано или поздно, рано или поздно, когда мы начнем думать о том, Господи, ну почему я не могу победить себя? Господи, почему я не могу победить неприязнь к кому-либо? Вы знаете, сколько мы тратим энергии, сколько в церквах тратится энергии, когда нету мира и нету победы, когда вот это осуждение, вот это ропор, вот это, понимаете, друг на друга, вот это недовольство, сколько энергии тратится на умиротворение, на примирение, на угошение. Мы не можем даже залог Духа Святого реализовать для служения дарами, потому что это уходит вот на это сопротивление, да? И нас, естественно, запинает плоть наша, запинает человеческий фактор, запинает вот это вот греховное тело плоти, вот это наследство, которое от Адама нас досталось, да? И чем дольше вы будете верны, чем больше будете вникать себя и в Писании, тем больше вы придете к этому пониманию 7 главы послания к Римлянам, где апостол Павел говорит, бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Доброго хочу, но чтобы сделать это совершенно, чтобы Богу угодить, мне не получается. Вот это бесславие, оно идет по пятам нас, вот нашим, и это то, что отличает нас вот этой первой церкви, первой церкви, прославленной церкви. И мы сегодня находимся в таком движении, мы хотим как-то избавиться от этого бесславия, от этого несовершенства нашего, и хотим прийти в это славное состояние, подобие, каком была первая церковь, чтобы в нашем распоряжении была полнота Духа Святого. Было это знамение Эммануила. И вот мы сегодня прямо говорим, дорогие, это наше желание реализуется только через вникание в Писание, где Христос именно говорит, что «Я ты, открыл мне уши», помните, как учащиеся. Что же открыт должен Господь каждому человеку? Он откроет победу Христу. Он обязательно покажет, приведет нас на Кресту и покажет, вот каким образом я победил плоть, вот каким образом я победил злобу, вражду, вот каким образом я победил истребил грех. И смотрите, дорогие, это не значит, что Он нас позовет делать тот же подвиг. Нет, дорогие, это не была вера, а это было бы дела. Он нас приводит к учению, чтобы мы стали на Его сторону, чтобы мы стали в это положение, согласились, что нужно отвергнуть свое я, нужно распять себя со страстями и похотями на этом кресте. И тогда Дух Святой приносит нам эту победу Христову, приносит нам эту природу, приносит нам эти качества, эти свойства Христа. Нам не нужно повторять подвиг Голгофы, нет, нам нужно уверовать, что Он это сделал для нас и стать в это же положение. Например, тебя унижают, если ты забудешь о Боге, ты будешь поступать по обычаю человеческому, ты будешь себя защищать, ты будешь судиться, ты будешь говорить, ты неправду говоришь обо мне, я свидетелей позову, а посмотри, ты кто, да, мы по человеческому, но это бесславный метод. Если я в вере, если я в Христе, то, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание над грешников, чтобы вам не изнемочь. Если я мыслю о Христе, о Его учении в Христе, я, естественно, себя сберегаю и говорю, ага, на меня восстают. Что я должен сделать? Господи, наблюдать за собой, чтобы на меня не согрешить. Но у меня там подымается все. Так, что мне делать? я знаю, что я сейчас открою уста, я налью керосин в это огонь. Я боюсь себя, Господи, помоги. Он говорит, посмотри на меня. Я вешу на Христе за тебя. Я там тебе дал победу. Ты только встань в это положение и сразу же сила моей победы будет в тебе. И я, вспоминая о Христе в этот момент, думаю, не смотрю на соперника, не думаю, что там он говорит на меня, а я думаю, как бы мне в Господе найти стат. И я говорю, Господи, я себя распылял. Все. В помышлениях о нем приходит помощь. Понимаете? Приходит помощь. и я начал рассказывать вам вагоне был инцидент, они напились все так, эта бригада, в одном смысле капитан и прочее. И, значит, этот проводник, он уже матерый такой, он знает, как вышивать из них деньги, они же съемки с деньгами. Он почему-то пригрался, воду видит, разлили, там шел вода, шел вода, там, и прям так агрессивно вызывает прямо их на это. Видит, они пьяны, их трезвым не будет, он пьяный. А у них уже бригада там все, кто-то их позовет, все, те уже докачивает. И он к этому ботсману и прямо на него смотрю, прям замахивается, проводник, а тот стоит кротко, там капитан обработал уже, этот человек кроткий, он стоит и чует вещать, выпивший, выпивший, я смотрю, тот помахал, помахал, и ничего, и все, и ушел. Притрался к другому, к молодому матросу, и то, потом вызвали милицию, все, сценарий сорвался, его вызвали, этот, тот пришел весь, ну, видно, пришлось, а так снимаем тебя сразу, там у них механизм отлажен. И я потом, когда мы стали сведеть, я ему уже выявил, я наблюдал за тобой, говорю, я видел, что ты победил. Он говорит, ты так понимаешь? Я говорю, конечно, это сила, ты, он так рад был, что кто-то, что-то оценил, вы понимаете, он знал эту борьбу, но он, может быть, не знает не шестянин, не знает Господа, но он, во всяком природе, поступающим по правде, безоприятелем, он открыл этот закон, и он, видно, стал пользоваться этим, изнутри был Бог, поощряет его, да? И когда я стал свидетельствовать, что он поступает правильно, он так был выпившим, он так был дом, я говорю, это победа, это сила, ты победил, и он не смог тебя ничего взять, да? Дорогие, когда мы на Христе начинаем понимать, в чем является силой победы, что бы с нами ни случалось, мы будем в этот момент помнить нашего Господа, и самая сила его победы, это личный крест. Если мы можем сконтролировать себя, Бог в вашем распоряжении, с его чудесами, с его знамением, с его силами, с его властями, с его ангелами. Написано, написано, плод же правда сеется у тех, кто хранит мир. Да? Дальше. Смотрите, дорогие, наблюдайте за собой, чтобы не быть искушенными. Вот, оказывается, в чем секрет силы, чтобы не быть искушенными. И, когда мы не искушены, мы имеем полную надежду открывать уста, свидетельствовать о Боге, и это будет иметь силу. Дорогие, это есть реальность и зрелость наша. Я, конечно, уже время мое истекает, дорогие. Может быть, вы какие-то вопросы зададите, да? Может, кому-то уже надо возвращаться домой, уже полдесятого. Давайте мы поблагодарим Господа, да? И кто спешит, пусть идет. А если кто не спешит, вы можете задать вопросы. Мы можем подробно говорить о чем-то, что вам кажется важным, что может явиться вопросом вашей личной жизни. Но, я скажу, что вот применение креста, это, конечно, не относится к детям, младенцам, кто во Христе, но это относится к зрелости. Если вы начнете понимать и разрабатывать вот эту тему, вы будете в разряде у Господа побеждающим. А откройте откровение Анна, вы почитайте, семи церквам везде он говорит побеждающий наследует все. Побеждающим я буду отцом, а он будет мне сыном. Побеждающий получит белый камень. Побеждающий сделаю столпом и не выйдет вон. Побеждающий получит мамну, пищу сокровенную, которую никто не знает. Иисус говорит, я имею пищу, которую вы не имеете. Вы понимаете? человек, который открыл законы Божьи, законы Христа, вы понимаете, я с ним начал разговаривать с этим ботсманом, и он говорит, да, и он признается, что Бог дает ему радость, поощряет. Что оказывается, многие люди знают этот закон, например, в нужде помочь человеку бескорыстно, открыть ему руку, отдать ему последнее. Многие люди, даже не знающие Господа, но если они открыли это, и получили, и знаете, вторая женщина тоже подошла, тоже говорит, говорит, для меня самая большая радость, это людям делать добро. Но мы тут заплакали, что знаете, я им делаю добро, они мне обещают зло. Что, делать? Я говорю, это нормально, вы просто позбредите ко Христу, Он вас, во-первых, обезопасит вас, даст вам силу, и вы будете разрабатывать эти источники, вы будете сожалеть, что вы делаете добро, а люди вам отвечают злом, потому что вы пока зависимы, вы делаете добро, ждете, чтобы они вас сделали тоже добро, но когда мы не будем зависимы от этого, от этого, мы, дорогие, блаженны, мы будем разрабатывать блаженство, вы знаете, вот, нашли золото, да, и туда все, фландайк, на этой самой, на, на, где, на ляске, нашли золото, и туда все устремились, и все мыть, мыть, где, где есть золото, да, друзья, как только мы открываем источники, мы сразу к этим источникам начинаем прибегать, да, Христос показал нам эти источники, блаженство, и он сказал, это нормальные люди, ведь у иска крути пальцем, как это так, поставить, в одной щеке ударил, говорит, поставить другую, что это такое, ну ладно вам, или там, допустим, блаженны, плачущие, ибо они утешатся, я не хочу, я хочу обезопасить себя от слез и детей своих, законом, властью, деньгами, охраной, в конце концов, я приехал в одно место, брат один говорит, ну поедем ко мне домой, приезжаю, ну на джипе такой у меня, брат джип, такой крутой, никогда не ездил на джипе, телевизор стоит, на заднюю скорость сдаешь, он показывает там, все сзади, приезжаю, открываются ворота, смотрю, ходят, охранники с этим, с автоматами, новые русские сегодня так живут, и такие верующие есть, и искренне верующие, служат Господу, и он нанял там самого лучшего евангелиста в области, и поставил его в штат себе, чтобы он со всем штатом, социальный работник, чтобы он с утра до вечера, ну тогда там это с ними работал, евангелие проповедовал, учил их закону Божию, потому что он знает, что у этого организации, если она будет поступать по законам Божьим, будущность есть, поэтому абсолютно честно с людьми, абсолютно только исчезать их благо, они останутся в них конкурентах, а те глупые люди, которые хотят нагрутить, обмануть, урвать, ведь они сегодня поняли, что нет никакой будущности, и никакой надежды, они только себе этих найдут соперников, и будут они трястись, и пистолет под подушкой не спасет, игла не спасет, понимаете, сегодня многие люди уже понимают, что надо жить чисто и свято, это только единственная будущность, дорогие, давайте поблагодарим Господу, поможем себе, наш дорогой чудный Иисус, слава богу, благодарим тебя, идиоти,